Христос Воскресе! Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня 18 апреля, и своеменины в этот день совершают христиане, нареченные в честь святых. Алексея, Николая, Симеона, Марка, Феодоры. Мир и благословение Божье, да пребывают с вами, дорогие именинники, радости вам и мира, а Духи Святом! Сегодня Святая Церковь совершает память святых мучеников Агафопода, и диакона, и феодула-чтеца. Жили святые в Фессалониках в царствовании императора Диоклетиана и Максимиана и состояли в церковном притчте. Святой диакон Агафопод был глубоким старцем, Святой Феодул, чтец, был юн. Оба отличались праведной жизнью и благочестием. Однажды Святой Феодул в сонном видении увидел, как неизвестный человек в светлой одежде вложил ему в руку какой-то предмет. Когда он проснулся, то увидел в руке прекрасный перстень с изображением креста и решил, что это знак его будущего мученичества. Силою изображенного на перстне креста, Святой исцелил многих больных и обращал язычников к вере во Христа Спасителя. Когда император Диоклетиан издал указ о гонении на христиан, многие пытались укрыться от преследований, но святые Агафопод и Феодул безбоязненно продолжали нести евангельскую проповедь. Правитель Фессалоник Фаустин, узнав об этом, приказал привести их к себе на суд. Увидев юность и красоту святого Феодула, Фаустин пытался лестью убедить его отказаться от христианства и вернуться к узаконенным жертвоприношениям. На это мученик Феодул ответил, что он давно уже отрекся от заблуждений и жалеет Фаустина, который своей преданностью и зычеству осуждает себя на вечную смерть. Правитель предложил мученику выбор — благополучную жизнь или немедленную смерть. Святой ответил, что выбирает, конечно, жизнь, но жизнь вечную, и временной смерти не боится. Когда Фаустин потерял надежду убедить мученика Феодула, он стал уговаривать святого Агафопода. Правитель пытался обмануть его и сказал, что святой Феодул уже согласился принести жертву богам. Но мученик Агафопод не поверил этому. Он был уверен, что святой Феодул готов принести жизнь свою истинному Богу, Господу Иисусу Христу. Не добившись успеха, Фаустин приказал отправить мученика в темницу. В темнице святые мученики горячо молились и смело проповедовали узникам Слово Божие. Так что многих обратили в христианство. Начальник тюрьмы Евтиний донес об этом правителю. Фаустин вновь призвал их на суд и стал снова убеждать отречься от Христа. Перед глазами святого Феодула заставили приносить жертвы идолам тех, кто ранее были христианами, но изменили вере. Немощных вы победили, а крепких воинов Христовых ни в каком случае не сможете победить, если даже изобретете и еще большее мучение, сказал святой Феодул. Правитель приказал мученику принести христианские книги. «Вот мое тело отдается для мучения», – отвечал мученик. «Делай с ним, что хочешь. Замучь меня самым жестоким способом. Но все же я не отдам святых книг для поругания нечестивым». Фаустин приказал привезти святого Феодула на место казни, где палач приготовил меч, чтобы отсечь ему голову. Мученик мужественно и с радостью воскликнул. «Слава тебе, Боже, Отче Господа моего, Иисуса Христа, изволившего пострадать за нас! Вот по благодати Его и я иду к тебе. С радостью умираю за тебя». Тогда Фаустин отменил казнь и снова заключил мучеников в темницу. Там святые горячо молились, и оба увидели одинаковый сон. Они плыли на корабле, который во время бури претерпел крушение. Волны выбросили их на берег в белых сияющих одеждах. Святые рассказали друг другу видение, возблагодарили Бога за предвещенную им мученическую кончину. На утро, когда мучеников снова привели к Фаустину, они объявили ему, «Мы христиане, из-за Христова имя готовы претерпеть любые страдания». Фаустин приказал бросить их в море. Войны привязали святому Агафоподу камни, и он громко возгласил, «Это будет нам вторым крещением, которым омоются наши прегрешения, и мы чистыми придем ко Христу». Вслед за ним был брошен в море святой Феодул. Море выбросило на берег тела мучеников в светлых одеждах, без камней и без веревок. Христиане взяли их святые тела и предали честному погребению. Раз уж коснулись, дорогие мои, книги Никефара Волгина, то разрешите мне еще немножко из нее почитать. Как-то она настолько близка к сердцу. Наверное, вам обязательно на сердце ляжет и склад, и слово, и сюжеты. Сейчас хочется также прочитать из пасхальной тематики, но уже не переживание мальчика, впечатлений пасхальной службы, а события, произошедшие в нашей стране через несколько лет после того, как все перевернулось в 1917 году. И когда по всей стране была объявлена общая антирелигиозная война, но тем не менее Господь и в самой атеистической среде совершал удивительные и неизъяснимые тайны. Рассказ называется «Солнце играет». Борьба с пасхальной заутренней была задумана на широкую ногу. В течение всей страстной недели на видных и оживленных местах города красовались яркие саженные плакаты. «Комсомольская заутриня», «Ровно в полночь», новейшая комедия Антона Изюмова «Христос во фраке». В главной роли артист Московского театра Александр Ростовцев. Бездна хохота, каскады остроумия. До начала спектакля по всем улицам города прошел духовой оркестр для зазыва публики. Впереди оркестра «Рыжий детина» в священнической ризе и камеловке нес наподобие церковной хоруби плакат с изображением Христа в цилиндре. По бокам шли комсомольцы с факелами, город вздрагивал. К театру шла толпа. Над входом горели красными огнями электрические буквы. «Христос во фраке». На всю широкую театральную площадь грохотало радио. Из Москвы передавали лекцию о гнусной роли христианства в истории народов. По окончании лекции на ступеньках подъезда выстроился хор комсомольский. Под звуки бубенчатых баянов хор грянул по лесовую. «Мне в молитве мало проку, не горит моя свеча, не хочу Ильи пророка, дайте лампу Ильича». Толпа заурчала, взвизгнула, раскатилась хохотом, подбоченилась, оскалилась, хайнула бродяжным лесным рыком. «Надай, ребята, поматюжнее!» «Три старушки поберушки, два трухлявых старика, пусто пусто во церквушке не сберешь и пятака. Шибчи, прибавьте ходу, позабористе!» «Ах, яичко мое, да не расколото, много божьей ерунды нам напорото! Слабо, горько, про Богородицу спойте, про Богородицу!» В это время из маленькой церкви, стоявшей неподалеку от театра, вышел пасхальный крестный ход. Там было темно, людей не видно, одни лишь свечи, тихо идущие по воздуху и поющие далеким родниковым всплеском. «Воскресенье Твое, Христе Спаси, ангели поют на небеси!» Завидев крестный ход, хор комсомольцев еще пуще разошелся, пустив в прискачку с гиконем и свистом. «Эй ты, яблочко, катись, ведь дорога скользкая, под кузьмила всех святых Пасха комсомольская!» Пасхальные свечи остановились у церковных врат и запели. «Христос воскресе из мертвых!» Большой театральный зал был переполнен. Первое действие изображало алтарь. На декоративном престоле бутылки с вином, графины с настойками, закуска. У престола на высоких ресторанных табуретах сидели священники в полном облачении и чокались церковными чашами. Артист, облаченный в дьяконские стихарь, играл на гармонии. На полу сидели монашки, перекидываясь в карты. Зал раздирало от хохота. Кому-то из зрителей стало дурно. Его выводили из зала, а он урчал по-звериному и, подхихикивая, кивал на сцену с лицом искаженным и белым. Это еще больше рассмешило публику. В антракте говорили. «Это цветочки, ягодки впереди. Вот погодите, во втором действии выйдет ростовцы, так все помешаемся от хохота». Во втором действии, под вихрей ступленных оваций, на сцену вышел знаменитый Александр Ростовцев. Он был в длинном белом хитоне, мастерски загримированный под Христа. Он нес в руках золотое Евангелие. По ходу пьесы артист должен был прочесть из этой книги два евангельских стиха из заповеди блаженства. Медлительно и священно-действенно он подошел к аналою, положил Евангелие и густым волновым голосом произнес «Вон мем». В зале стало тихо. Ростовцев начал читать «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся». Здесь нужно было остановиться. Здесь нужно было произнести обличительный и страшный по своему кощунству монолог, закончив его словами «Подайте мне фраг и цилиндр». Но этого не последовало. Ростовцев неожиданно замолчал. Молчание становилось до того продолжительным, что артисты начинали шикать из-за кулис, махать руками, подсказывать слова, но он стоит, словно в лунном оцепенении, и ничего не слышит. Наконец он вздрагивает и с каким-то испугом смотрит на раскрытое Евангелие. Руки его нервно теребят хитон, по лицу проходят судороги, он опускает глаза в книгу и вначале шепотом, а потом все громче и громче начинает читать дальше. «Блажение алчущей и жаждущей правды, ибо они насытятся, блаженны милостивы, ибо они помилованы будут». Власть ли его чудного голоса, обаяние ли артистического его имени, ночная ли тоска по этим гонимым и оплеванным словам на горной проповеди, образ ли живого Христа встал перед глазами, вызванный кощунственным перевоплощением артиста, но в театре стояла такая тишина, что слышно было, как звенела она комариным жужжанием. И в эту тишину шли, как пасхальные свечи, вокруг церкви слова Христа. «Вы, свет мира, любите врагов ваших и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Ростовцев прочитал всю главу, и никто в зале не пошевельнулся. За кулисами топали взволнованные быстрые шаги, и раздавался громкий шепот. Там уверяли друг друга, что артист шутит, это его излюбленный трюк, и сейчас, мол, ударит в теме публики таким коленцем, что все превратится в веселый пляшущий дым. Но на сцене произошло еще более неожиданное, заставившее впоследствии говорить почти всю советскую страну. Ростовцев перекрестился четким медленным крестом и произнес «Помяни мя Господи, егда приидеши во царствие Твое». Он еще что-то хотел сказать, но в это время опустили занавес. Через несколько минут публики объявили, по причине неожиданной болезни товарища Ростовцева сегодняшний наш спектакль не состоится. Христос воскресе!